В этом видео хочу поговорить про кринжовых пенсионеров в ТикТоке. ТикТок — это наглядный пример той самой платформы, репутация которой испортилась именно из-за её комьюнити. Даже если брать русскоязычное пространство, именно благодаря тому, что в странах СНГ самыми популярными тиктокерами являются вот эти вот ванильные мальчики по типу Дани Милохиных и Егоров Шипов, танцующих под попсовые треки и набирающих аудиторию девочек в возрасте 9-10 лет, ТикТок у нас среди взрослой аудитории принято считать какой-то платформой для малолетних дегенератов. Хотя, по факту, это далеко не так. ТикТок — это не только танцульки или кривляния. В нём есть качественный контент, и его там очень и очень много. Например, я подписан на огромное количество кулинарных каналов, и именно в ТикТоке все эти рецепты изучать гораздо проще. Или вот, например, я подписан на одного юриста, который в каждом своём ролике рассказывает о том, как правильно защищать свои права в различных жизненных ситуациях. Но давайте с вами признаем, что сегодня мы тут собрались не для того, чтобы обсуждать, какой же ТикТок хороший, а для того, чтобы насладиться отборной кринжатиной. Вот ещё, наверное, с эпохи нефёдочи, когда существовала передача «Школа блогеры», все угорали над малолетками, которые пытаются попробовать себя на ютубе. И это всё, конечно, смешно, кринжово, но странного я тут ничего не вижу. Дети насмотрелись своих любимых блогеров и пытались их пародировать. А так как они ещё маленькие и глупые, то делать это качественно у них не получалось. И над этим в своё время все угорали. Но что если я скажу вам, что существуют взрослые люди, пенсионеры, у большинства из которых есть высшее образование, и они исполняют в интернете такую кринжатину, что вообще непонятно, что у них происходит в голове. Но давайте не будем тянуть кота за яйца и перейдём к самим роликам. Я беременна от Вилл Сакома. 69 лет. Мой ребёнок будет айфон над д***ом. Или нет? Твите ответы в комментариях. Не, я, конечно, могу предположить, что данные тиктоки снимает не сама женщина, находящаяся в кадре, а её какой-нибудь внук-дегенерат. Но всё же. Вроде бы женщина, хоть уже и пожилая, но ещё в здравом уме и рассудке. И меня мучает один единственный вопрос. Что нужно было предложить, или как нужно было промыть мозги взрослой образованной женщине в возрасте 60-65 лет, я точно не знаю сколько, чтобы она вот пошла, засунула себе под кофту несколько подушек, включила на телевизоре техноблогера и снимала на камеру, что она от него беременна. Стоп-стоп. А может это и не подушки вовсе? Так, Вилл Саком. Я, конечно, где-то в глубине души подозревал, что у тебя есть какие-то необычные пристрастия. Но, сука, не до такой же степени. И вообще тебе не стыдно? Сам на Роуз-Ройсах гоняет, а бедная пенсионерка сейчас должна твоего ребёнка одна воспитывать. Будь мужчиной, признай отцовство, плати алименты. А если серьёзно, то ладно бы это было одно видео. Но нет же, на этом аккаунте их просто дохренища. Вот, наверное, многие мои подписчики играют в Бравл Старс. А вы, ребят, знали, что все персонажи в этой игре, ну, которых вы там бустите, покупаете им новые костюмы, вы вообще знали, что на самом деле это нихрена не игровые персонажи? Это реально существующие люди, ходят по улицам с пенсионерами, развлекаются. Вы думаете, что я несу и где пруфы? Да вот, пожалуйста, смотрите. Серьёзно? Вторым уже? То есть первого жизненного урока, когда вёл саком, тебя бросил одну с ребёнком, тебе не хватило? А теперь давайте серьёзно. Я вот реально не понимаю, что руководит взрослой женщиной снимать такую порожню. И я ещё ничего не говорю про те ТикТоки, где бабульки там также танцуют под какие-то попсовые треки, либо под песни своей молодости. Как говорится, хотят на старости лет развлечься, пусть развлекаются. Но ведь стоять у телевизора и говорить, что ты беременна от какого-то крупного блогера, ну, это не развлекало, это какой-то уже лютый кринж, я вам так скажу. Вот скажи мне, что вообще руководит пожилыми людьми пенсионного возраста, чтобы они исполняли в ТикТок такую кринжатину? Йоу, хей всем, ребятишки, спасибо, что позвал. Мне кажется, такие люди просто не знают, что нормально, а что нет. Естественно, они не понимают, какие сейчас тенденции, и для них это не кажется лютой кринжатиной. Конкретно в ситуации из видоса, который ты мне показал, всё максимально очевидно. Скорее всего, полоумышный внучок сказал бабушке, якобы за этим стоит большая популярность, а в дальнейшем и деньги. Да камон, я уверен, она даже не знает, как на это будут реагировать. Просто внучок сказал, так надо. Она же считает, что все это воспримут как шутку и будут смеяться. Так и есть, но вы видите, как это абсурдно выглядит. Советую всем, кто придумывает такое, сниматься самостоятельно, а не позорить своих родных и близких. Но, как говорится, смотрим дальше. Сука, какой молнией нужно шарахнуть двух пенсионерок, чтобы они согласились разыграть сценку, в которой они изображают женщин лёгкого поведения? Нет, я, конечно, понимаю ещё, когда малолетки развлекаются, играют там какие-то сценки и так далее. Но что вообще должно двигать взрослыми людьми, у которых есть какое-никакое образование, есть какой-никакой жизненный опыт, чтобы заниматься подобной хернёй? Или, может, они просто не знают, таким образом свою молодость вспоминают? Не, ну а чё, как бы всё возможно? Вы чё думаете, вы смотрите на всяких бабушек, которые сидят на лавочке возле вашего подъезда, и вы прям на сто процентов знаете, кем они были в прошлом? Ну да ладно, не будем тут даваться в какие-то теории, а давайте лучше перейдём к следующему ролику. Ребят, тут мы не будем смеяться или как-то шутить, я действительно хочу в этой ситуации предложить свою помощь. Поэтому я решил передать дело в руки профессионалам. Сейчас я ненадолго из кадра выйду. Здравствуйте, вот сюда проходите, присаживайтесь. Ну, собственно говоря, вот, можете начинать. Господи побistar селуго, Господи поби-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- Провели обряд экзорцизма, получается, вот после этого ролика в ТикТоке. Но обряд как-то сработал неправильно, и поэтому... Ну и наконец-то мы с вами рассмотрим последний экземпляр. Он, правда, не настолько смешной, но это последнее, что мне удалось найти. В общем, вот. Не, я, конечно, всё понимаю, что пенсионеры у нас не любят Навального, и как бы и кроме пенсионеров много кто его не любит. Но ведь снимать такие ТикТоки, ну это реально кринжатина какая-то. А теперь давайте на полном серьёзе. Вот всем этим пенсионеркам в ТикТоке лет так по 60, по 70. Это, скорее всего, люди с огромным жизненным опытом. У большинства из них есть высшее образование, они всю жизнь где-то работали, они родили и воспитали детей, и я ещё могу понять, что в старости хочется развлечься. Но, сука, не до такой же степени, чтобы, например, стоять у телевизора с двумя подушками под кофтой и говорить, что ты беременна от техноблогера, чтобы изображать девушек лёгкого поведения и затем падать на землю, или прыгать на надувной шар под звуки трактора. И это только те экземпляры, которые мне удалось найти. Сколько их ещё таких в ТикТоке, я даже гадать пытаться не буду. Давайте сделаем так, 100 тысяч лайков и я сниму продолжение. Кстати, на ролике про Трум Трум уже 100 тысяч лайков вы набрали. Поэтому продолжение в скором времени я сниму. Что ж, а на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольца, чтобы не пропустить мои следующие видео. Здравствуйте, мои подписчики. Огурчики малосольные. Нажарила сегодня картошечку, потушила, добавила водички, зелень. Чаёк с молочком и хлеб. Приятного аппетита, кто со мной.